Привет, мой любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша играет. Кстати, подпишись и нажми на колокольчик, если ещё почему-то так не сделал. И я продолжаю на уровне сложности божество проходить Сидмэйр с Цивилизацион 6 Гэзерин Сторм с новой цивилизацией Португалия. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать просмотр с первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Спонсоры канала, по идее, все серии должны видеть во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Ну, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, значит, я хотел посмотреть вообще, могу ли я где-то Фаиторию тут поставить. Потому что я смотрю, в Толедо, например, я Фаиторию нигде... А, нет, могу вот здесь. Отлично. Давайте это место отметим. Ну, кстати, у нас еще Фаитория... Только Сар. Будет Фаитория, это... В икон... Вот она. Фактория. Ну, слушайте, вот... Странное дело в этом переводе. То есть, вот эти все... Касада Индия, Портаж Дусерку. Они решили не переводить почему-то. И Нау даже, да? А Фаиторию почему-то Факторией назвали. Интересная идея. Так, значит, вот тут у нас точно Фаитория становится. Ну, если вдруг тут португалец... Ой, испанец что-то построит, то, в принципе, еще сюда может влезть. Так. Давайте у Кри посмотрим. У Кри... Там только рядом с... Слушайте, а бонусные ресурсы только на побережье, которые... Крабы тоже... Можно построить только на побережье. Рядом с берегом и редкими или бонусными ресурсами. Ну, вот это непонятно, кстати. Описание по-русски. То есть, Краб это тоже бонусный ресурс. Вот тут я же строю рядом с берегом, рядом с бонусным ресурсом. Ладно, это надо будет проверять. В процессе игры. Давайте продолжаем наши прогулки. Пока тут со мной никто не воюет, тут я... Блин, надо было лошадей, наверное, выкупить. Да, вот это я, кстати, зря не выкупил. Вот этот холмик. Янтарь мне не так интересен. А холмик пускай будет. На будущее. Так, тут вырубили... Под... Обработаю медь. Вырубили под акведук. Из коимбры в атакокуб на производство. Пока отправляем. Догоняем. О, могу. Я, наверное, пока Пенгалу буду прокачивать на науку. Хоть как-то 42. Вот видите, уже догоняем. Вот этих нормальных. Ну, Вьетнам хотя бы догоняем. Потому что 119 и 112, особенно Вавилона, это... Все еще трындец какой-то. Массовое производство. Так, тут мы обработали. Пойдем, наверное, да. Я апельсинки хотел пойти. Блин, просто реально куча территории. Еще у Колумбии. Слушайте, а что я тут стою? Может пойти исследовать тоже? Тут не выглядит так, что на геморрайнж кто-то нападать будет. Армия где-то здесь. Я хотел еще посмотреть, не воюет ли кто-нибудь с кем-нибудь. Так, Испания и Вавилон. С Испанией в плохих отношениях. Испания. Что там двоих кого-то встретила? Галы со всеми в хороших, в принципе. Колумбия тоже. Ну, кроме меня. Вьетнам, очевидно, кого-то встретил там. Так, а сколько у нас ходов вообще осталось до, во-первых, каравелл? Ну, по-хорошему, где-то 6 ходов, видимо. И потом у меня союз будет. Буквально 5 ходов. То есть, через 5 ходов я смогу апнуть в нау. Ну, надо, наверное, галерами возвращаться на свою территорию. Амбар. В Эвере завершен. Рост опять. Начинаем. Библиотека. Так, мы следующим ходом сможем какой-то район построить. Поэтому я, наверное, отложу. Не хочу пока акведук строить. Я бы начал сразу с промышленной зоны, честно говоря. Или даже с... Нет, я бы вообще начал с правительственной площади. 4 хода. Я бы с правительственной площади. Так что отложим здесь производство. Да, пока все. Колизей Хамурапи построил. Принова. Там, конечно... Shift-Enter. Опять же, кто не в курсе, как дальше продолжать ход. Shift-Enter, если у вас производство не выбрано. Да, тоже бы надо делегации поотправить. В конце прошлой серии говорил. Но, с другой стороны, покопить деньги на поселенцы. Я бы хотел пойти тут поселен... Город поставить. Сейчас я скаутом буду контролировать. Давайте еще раз глянем, что тут, в принципе, нормально. Никакой лояльности. Даже когда Вьетнам там поставит города. У Вьетнама тоже хорошие места. У Колумбии, правда, их намного больше. Я возвращаться буду в Испанию. Тем более, я хочу вообще, на самом деле, туда вверх исследовать. Может быть, больше правительственную. По-моему, одинаково будет. Что тут 45, что тут 45 купить? Один раз всего был, кстати, разлив здесь. И все. Хотя две реки такие разливающиеся. Кстати, кто-то опередил испанцев в строительстве форусского маяка. В Лиссабоне маяк. Хочется купить торговца, но буду строить. Потому что я хочу купить поселенца. Танкинский залив такой, хотя это больше, конечно, лучше бы озером было, называлось. Видите, сколько рек сюда впадает. То есть, по идее, это такое хорошее озеро должно быть. Байкал такой практически. Еще на воде не только просто улучшило клетку. Хорошо. Я вот думаю, стоит ли мне Магнуса пересаживать. Или пока опять Ватикан отваливается. Но, видите, я не думаю, что он успеет отвалиться. Так, значит, сначала я хочу центр коммерции, несомненно. Я все еще не понимаю, почему я не могу из Лиссабона... Ну, вообще, я начинаю понимать, потому что... Из Лиссабона пути торговые считаются довольно короткими. Но, тем не менее... Это странно. Ну, наверное, вот из Лиссабона до Кеносео Сакахикан считается, что, например, вот тут вот по дороге. А вот этого не хватает пути. Понимаете? То есть, вот это проблема Португалии. То есть, что мне только из Фуншала и Каимбры, получается, я смогу отправлять. А, кстати, из этого города... Из этого города... Вот, кстати, сейчас как будет этот город считаться. Да, и до Ратамагуса я тоже не дотягиваюсь. Да. Пока так. Опять апельсинки обработать. Там у меня еще один тоже идет к апельсинкам. Но у меня, по-моему, нету никаких ресурсов, которые я мог бы выменить на апельсинки. Поэтому можно не торопиться. Я бы, наверное, лучше тогда бананы обработал. Да. Смотрите, сколько еще территорий Слева у Колумбии Правда, Тундра Не скажу, что прям супер Но вот здесь Пустыня Тундра Но между пустыней и Тундрой вполне можно Города ставить Сколько у кого городов У меня 7 Восьмой поставлю У Колумбии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 У Вавилона 6 У Кри 8 Вавилон, давайте посмотрим Ничего он там не захватывал У Испании 6 У Галла 6 И у Вьетнама 6 Ну, большинство 6 8 у Колумбии и Вавилона И за счет этого они, собственно, и имеют науку Получается Так Раз, два, три Четыре, пять, шесть Я вижу Вот тут Седьмой И тут где-то восьмой Получается город Уже универы пошли Торговый пост В геморрайнше Так Давайте купим Посилон В лире, потому что она быстрее всего растет И тут просто производства нету У меня Нет смысла Так И вот эту клетку Наверное, да 70 стоит Подождем Один заряд остался Подождем Блин Вообще, на самом деле Изгиман Опять же, повторю Вот эту клетку я не увидел И по идее Изгиман Хотя Мне кажется, все-таки должны До Данхоя Добегать Мне только надо увидеть Вот эту клетку Это как, наверное, скаутом пробежать Открою как раз картографию И смогу Поплыть скаутом Чтобы увидеть ее Да Посольство испанское Конечно же Естественно С Испанией быстрее в госслужбу Мы с ним будем союз заключать Я надеюсь, испанец Ну, конечно, все в союзах уже У меня 31 культура Там у испанца 70 137 у Вьетнама А значит, слушай, а что у Вьетнама так много культуры И картографию продвинули И 4 хода до нау Значит, все-таки на один ход я ошибся Но неважно Так Давайте думать Я все-таки, наверное, сюда поставил Или прям на овец даже лучше Меня волнует все-таки лояльность Волнует лояльность Вот так, что так 6 Давайте пока вот так пойду А там уже решим Тут буду стоять Коммерческий центр строим Там камень тоже надо будет убирать У меня 2 заряда Может вырубить тут лес И шахту поставить Наверное, так и сделаю И у нас Так, давайте мы пока поплаваем Может я еще какие-то Да не, я уже пока не открою города Так, один ход Два Какой-то мешает Какой-то проплыть Между прочим Такие пустые Еще куча территорий Господи Наверное, надо Вот это куб Из Пуншала Видимо отправлять Да На произволь Хотя там культура В киносеу Сакахикан А почему тут Культура? Потому что Этот дипломатический квартал Дает Киносеу Сакахикан Так Четыре хода У меня, наверное, все-таки К моим городам Я думал сюда плыть Открывать территорию Но надо Возвращаться Чтобы апнуться Наверное, из Фуншала отправлю Слушайте, кстати Я подумал Был же Лиссабон Это был город Государства Торговый Который И силу Сюзерене Что он не давал Грабить караваны Теперь Вместо Лиссабона Город государства Магадишу С той же самой способностью Но Магадишу Это столица Сомали Как раз Сомали Сомалийские пираты Как раз И грабят Караваны Мне кажется, что это Типа Такая Шутка От Фераксис Вообще Ну, серьезно Как раз Сомалийские пираты И грабят Все О, Каракас Ну, не понимаю Кучу науки Откуда у Колумбии Я еще Я только Я не вижу Всего лишь Один город Так Я не думаю Что он Большой По размеру Потому что Тут он ниже Вот давайте Просто посмотрим Посчитаем Так сказать Двадцать Тридцать Пять Сорок Пять Пятьдесят Четыре Пятьдесят Девять Ну, предположим Там тоже На пять Шестьдесят Четыре Жители Шестьдесят Четыре Жители Это тридцатьдве Науки Так Теперь Ищем Кампусы Колумбийские Это Болонья Шесть Двенадцать Восемнадцать Двадцать 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 Восемь И тридцать Два Пятьдесят Шестьдесят Науки Тут еще есть У нас Библиотеки Библиотека Университет Причем Только Тут Раз Библиотека Университет И тут Два Во всех Остальных Нету Ну и Там За союзничество Хатуса Не Хатуса Даже ничего Не дает Болонья Только Болонья Только Дает Один Каждой Библиотеке Ну не знаю Там Библиотека Университета Ну буквально Не знаю Еще плюс Дай бог Если десять Ну может Пятнадцать У меня получается Ну семьдесят Науки Максимум Ну восемьдесят Науки Максимум Откуда Сто тридцать Вообще Не понимаю Честно Вот реально Не могу Сообразить Откуда Может И он даже Обратите внимание Что он даже Ни одного Великого человека Научного Не взял Давайте посмотрим Другим Может там Какие-то Другие Давали Науку Но я очень Сомневаюсь Я не помню Чтоб там Были какие-то Великие люди Которые давали Бы науку Не Нет Ничего Подобного Честно Удивлен Так Ну Из Геморайниша Уже Отбегало Ну Видимо Опять Из Коимбры Отправим В другой Город Кри Тут уже Эту клеточку Купим Обработаем Апельсинку Все еще Не с кем Торговать Да Да Жаль Давайте Наверное Лесопилку Вот сюда Торговец В Лиссабоне Семь жителей Смотрим Промышленная Зона Везде По плюс Одному Да Акведук Акведук У нас Только Две Штуки Здесь Может Быть И Здесь Эту Я Территорию Точно Не хочу Использовать Как Можно Дольше Ну что Сюда Кведук Сюда Промышленную Зону Блин Не хочу Пока Знаете Не хочу Пока Промышленную Зону Давайте Амб Давайте Рабочего Потом Амбар А рабочего Чтобы Вот сюда Центр Коммерции Поставить А Сто Я же Гавань Уже Сделал Стояночка Стояночка Никаких Центров Коммерции В Лиссабоне Положи Центр Коммерции На пол И медленно Подними руки Вверх Положи Центр Коммерции На пол И Подтолкни Его Ко мне Так Что у нас Тут стоит Соседство Кампуса Торговых Путей О Строительство Оборонительных Зданий Почему я Не убрал Эту фигню Я не знаю Священное место Стоит ли мне Священное место Хорошо Давайте посмотрим Что со священным местом Плюс 3 есть Блин Тоже пока жалко Ладно Давайте пока амбар Тут точно амбар нужен Маяк Значит Промышленная зона Я подумываю Здесь Рядом Акведук Я бы Маяк Тут Купил 240 А строил Акведук Для того Чтобы город Рус Хотя тут Что-то Жилья Немного Если Еды Немного Я думал Вообще Кампус Строить На самом Деле Может Кампус И строить Пока Вообще Кампус Сам Ладно Давайте тут Маяк Строить Через Три хода Эта клетка Добавится Я лучше Куплю Караван За эти Деньги Одну ВГшку Снесли Ватикан Все еще Отваливается Все таки Может мне 8 ходов Да Три Нет Он не отвалится За 8 ходов Тут Стоим Тинсу И Ватакакуб Вырубаем Рынок Скай Скай Эмбры Кеносеу Сакахикан Что я хоть Наразь сюда Пойду Пока Блин Я думал Тут Проход Будет Три Четыре Пять Шесть Семь Тут Восьмой Блин Тут еще Какие-то Территории На самом деле Неплохие Так Вся Выглядит Блин Тут еще Куча Территорий Охренеть Блин Восемь ходов До следующей Эпохи Вы Прикалываетесь Я вообще Сейчас В темный Век Нараз Валюсь Но По идее Я Научились Три Хода Сколько Это будет Мне Шесть Очков Не хватит Мне бы В нормальном Лучше Остаться Честно Говоря Да Охренеть Благодаря Колумбии И Вавилону Все так Быстро Летит Так В Лерии Можно И подрасти Немного Вот так Ведук Не хочется Тут Строить Так Промышленная Зона Вообще Без соседства Если я ее Построю Но У меня И тут Надо Строить Кампус Тоже Без соседства Хотя Тут Плюс Один Есть И вот Тут Плюс Один И вот Здесь Плюс Один Так Во-первых Можно Вот Этот Вот Это Болото Прикупить Для Лерии Чтобы Какое-то Производство Появилось Так Что Тут С кампусом С кампусом Делать Вообще В Лерии Например Хотя бы Кампуса На плюс Два Как-то Ставить Ну Ну По идее Если Я здесь Ставлю Производственную Площадь А здесь Я кведу Кто Вот тут Кампус Будет Плюс Два Знаете Наверное Так И Рассчитывать Сюда Промышленную Зону Сюда Кампус От Лерии Потом Передам Клетку Дам 16 Ходов Охренеть Рабочего Пока Просто Пока Непонятно Что тут Делать Так Через Три Хода Я Буду Держал Сейчас Просто Галеру Чтобы Сразу Как Тварь Вы Посмотрите На Испанскую Тварь Которая Убрала Здесь Бонусный Ресурс Ну Не тварь Ли Какая Тварь Испанская И теперь Наверное Хрен я дождусь Когда Вот здесь Добавится Хоть Что-то То есть На бонусные Ресурсы А ну смотрите Вот тут Есть у него Жемчуг Я как раз Заодно Проверю Можно ли Вот здесь Вот здесь Будет Фаитория То есть Это Фаитория Рядом С ресурсом Роскоши Рядом С побережьем То есть Считается ли Ресурс Роскоши Или бонусный Ресурс На воде Тоже Или надо Чтобы он Обязательно Был на Территории На Ну На земле Именно Анкарват Колумбия Построила То есть Это еще плюс К населению 145 науки Колумбия Я ни разу Не видел Чтобы Колумбия Так Офигительно По науке Шла Внезапно Довольство В городах С гарнизоном Так Я точно Меняю Вот это Про оборонительные Здания С двумя И более Районами К жилью Давайте Наверное Новые Строители Пока Поставлю Или Первый Посол И Что я вообще Открывать буду Дальше Военную Подготовку Один Ход Да Давайте Первый Посол Поотправляем В научные ГГшки Оттуса Хочет Заповедник Болония Хочет Великого Торговца Все Очень Вряд ли Рапануи Наверное Не буду Посылать Дальше Союз С Испанией Две Монетки Вхочет Просто Вход Че Че Не Принять Стоит Ли Мне Делать Союз С Вьетнамом С кем У нее Плохие Отношения А Со всеми Нормальные Кстати А Она Не Вышла В Союзы Как Это Блин Цивилизация Самой Большой Культурой 132 Не В Союзах Это Просто Поразительно И куда Она Пошла Значит Мимо Союза Просто По верхней Ветке Вот Не знаю Даже Получается В меркантилизм Потому что Иначе Тут просто Все остальное Требует Открытия Союзов Потому что Через гильдии И дальше Там Дипломатическая Служба В меркантилизм Прямой Наводкой Как-то Так Да Интересно Ладно Ладно Так Качнем Пингалу На Культуру Ну Здесь Видимо Я тогда Вырублю Лес Раз У нас Тут Будет Кампус Как раз Видите Маяк Достроился Караваны Раз Два Три Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Бегают Значит Мне еще Смотреть Куда еще Один Из Фуншала В Киносео Сакахикан Отправить Блин А тут Реально Нигде Файторию Не поставить А Ну Опять же Проверим Если крабы Будут работать То Поставить Ну Ладно В любом Случае Надо Отправлять Потому Что Это Все Деньги Еще раз Я Из Фуншала Именно Да Значит В Фуншале Покупаем Торговца Шахту Делаем Тут Наверное Нету Смысла Дальше Тыгдымкать Я бы Наверное Вернулся В Эвору А Не В Геморанж Рапану Конечно Так Два Хода До Нау Тогда Встанем Здесь Видимо Тварь Испанская Тварь Вырубила Бонусный Ресурс Что Тут Можно Сказать Динамильница Монумент Древние Стены Библиотека Вообще Четыре Науки Библиотека Плюс Ладно Давайте Библиотеку Так Здесь Зал Для Приемов Или Зал Для Приемов Лучше Они Не Покупаются Лучше Библиотеку Купить Как Раз А Зал Для Приемов Построить Так Ну по науке Мы Хотя бы Обогнали Уже Вьетнам И Приближаемся К Испании 20 Тех 30 Ну Кстати Не такая Большая Разбежка На самом Деле Все Не так Уж И Страшно Так Тут Мы Закончили Маяк Вот Теперь Давайте Акведук Карават Симон Боливар Дружба Так Может все таки С ней Войнный Союз На всякий Пожарный Два Золота Вход Я думаю Что оно Того Стоит Караваны Я к ней Не могу Отправлять А вот Так Давайте Делегацию Ко всем Кому А Деньги Закончились Жаль У Португалии Закончились Но 160 Монет Вход На 64 Ход Это Очень Очень Хорошо О А вот И моя Колония Которая Скорее Всего Развита Как будто Я ее Колония Так И Где А Вон он Где Смотрите К Так Доход От Мародерства Вот Это Конечно Работает На Гавани Но Сейчас Нету Смысла Ставить Мы Просто Вот Эту Карточку Поменяем 100% Кампуса Торговых Путей Что Поставим Действующие Губернаторы Довольство И Жилье Ну То Есть Пингала Будет Работать Это Только На Пингала Может Все Так Инс И Просто Плюс Одно Жилье С Двумя И Более Там У меня Уже Два Рай Или Все Так Два Одно Два Действия Строителем Крепостное Право Так Ну По идее В нормальный Век Я все Так Выйду Слава Богу О У меня Какой Дополнительный Караван Должен Сейчас Появиться Но Мне Походу Отправлять Некуда Я Наверное Его Куплю В этом Городе Чтобы Внутри Городов Поотправлять Просто Когда Поставлю Следующим Ходом Я смогу Блин Или Наемников Дождаться Чтобы Подешевле Апгрейдить Не Одну Я точно Без Наемников Наверное Апну Вот Эту Я встану Фаиторию Быстрее Проверить Так Бразилия Не Ну Бразилия На другом Континенте Находится И давайте Посмотрим Че с ней Поторговать Чем Кофе С Бразилией Кофе Вместе Веселее Кстати Блин Опять Да Ё-моё Блин А это он Готов Принимать А давайте Проще Сделаем Вход Предложим Деньги Это Меньше Требует На этом Шесть В смысле Да блин Задолбали Господи Почините Интерфейс Тупорылые Ладно Не буду Назвать их Тупорылыми Ну Криворукие Работники Фераксис Ну Шесть Он уже Не соглашался В сессии Он уже Пять Не соглашался Подожди Четыре Пять Все Нафиг Да Так А делегацию К нему Можно Я еще Хочу Проверить Кому Можно В делегации Поотправлять Ясно Больше Никому Только К союзникам Я какой Я какой-то Встретил Рапану И Считать Так Ну Я уже Убрал Первого Посла Кахокия Катусу Могу Засюзеренить А что Она дает Два Две Деньцы Ну Это Мне Не надо Мне Не надо Уже Если Когда Железа У меня Не было Тогда Можно Подумать Было А Сейчас Не надо Может Уже Промышленную Зону Здесь Делать Кстати Акведук Здесь Ставится Так Пока Предварительно Поставим Акведук Здесь Будет Кстати Промышленная Зона Очень Неплохая Когда Когда Я Тут Стро Это Построю Она Получится На Это Четыре Пять На Плюс Шесть Получается Если Даже Не На Плюс Семь Давайте Амбар Маяк Я бы Здесь Купил Просто Ну И Плюс Там Еще Деньги Нужны На Апгрейд В Нау Нехватка Жилья Города Плохо Растут Потому что У меня Постоянная Нехватка Жилья В Бразилии Вообще Не Армии Считайте Есть Возрождение Есть Нау Рыбацкие Лодки Плюс Два К деньгам Дают Хочу сказать Бразилия Воюет Лиска Да Бразилия С кем-то Воюет Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Еще Четверых Не встретил Самое Интересное Не встретил Еще Ту цивилизацию Которая Случайная Спасибо Большое Так Аппем Не хочу Ждать Эту Я именно Апну А ту Галеру Я апну Уже С наемниками Ну да Лишние Девятьсот Монет Но это Лишний Ход Странно Он колосс Строит Я все таки Мог колосс Построить Получается Так Вышли В нормальный Век Ну В золотой За пять Ходов Здесь я Фейторию Поставлю То я могу Выйти Слушайте А долго Мне В мою Во Надо вот Этого Открыть Слушайте Если я Фейторию Смогу Поставить Я Куплю Навигационную Школу Просто Там 500 Монет Надо Накопить И Это Золотой Век Но Все Зависит Зависит От Того Могу Ли Я Фейторию Поставить Узнаем Следующим Ходом В общем То Так что Но идем Все равно В школу Навигации Тут Кстати Я смогу Плюс Полторы Науки В Лиссабоне Как минимум Получить Промышленная Зона Промышленная Зона Ты Какая Зона Так Торгов Зависит Торговца Я могу Вообще Какое Нормальное Место Торговца Только Внутри Городов Да А Я Хотел Его Купить Типа Не Давайте Я Построю Потому что Я Покупать Буду Уже Скорее Всего Универ На Универ Я Накоплю Еще Торговца Надо Построить Так Тут Рынок Я Еще Одного Могу Кстати Из Коимбры Нет Из Коимбры Кати Можно Не Посылать Торговца Во Внутренние Города Потому что Мне Кстати Еще Пришло На ум Что Можно Было Магнусы На Логистику Избытков Прокачивать Но Понимаете Проблема Магнуса Что Он Еду Дает А я Не скажу Что Прям Проблема С ростом Городов Они Очень Быстро Вырастают Ими Наоборот Постоянно Останавливается Рост Какое Извержение Произошло Так что Ну не знаю Строить Промышленную Зону Плюс Один Будет Или Пока Рабочих Еще Или Вообще Библиотеку Давайте Библиотеку Я Отстаю По Науке Не Ну Железо Я точно Продавать Не Буду А Нет Вот Это Вот Это Внезапно То Что Это Гал Так Так Что мы Сейчас Будем Делать Ну Вообще Даже С Катапультой 40 Ураган Пятой Категории Прямо Моих Этих Так Ну У него Там Есть Так Мне В Фуншале Надо Стену Он Мои Караваны Может Грабить Да Блин Так Ну Топудово 100% К оборонительным Зданиям Блин Мне бы И скидку Конечно Но мне Придется Апнуть Сейчас В Нау Без Такой Скидки Я Не Могу Мне Надо Стены Быстрее Строить Так Хорошо Кстати Что Его Каравелу Накрыло Так Я Хочу Посмотреть Пойтория Ставится Или Нет Е Ребята Ставится Отлично Просто Вообще Зашибись Это Кстати Намного Проще Чем Просто Ставится Потому Что На побережье И Рядом Еще Жемчуг Давайте Смотреть Какие У нас Блин А как Он Мне У меня В Толе Это Дофига Было Караванов Почему Как У меня Стало Внезапно Только 5 Написано Что Он Только Один Разграбил Почему Почему Я Теперь Не Могу Отправить Караван В Испанию Объясните Мне Не Мои Та Вот Оледо Сойти 33 Стало Помните Было 21 Сколько Я Получаю 50 50% Это Файтория Дает Что Вообще Файтория Дает Я Че Знаете Поставил Файторию Вообще Плюс Четыре Золота И плюс Одно Производство Торговые Пути В этот Город Дают Четыре Золота И одно Производство Просто Четыре Золота И плюс Одно Производство Как-то Слабенько Блин Мне нужен Золотой Век Так Ну Пришло Время Решать Где Ставить Город Либо На Овец Либо Ну Тут Получше Но Здесь Быстрее Настигнет Лояльность Ладно Буду Сюда Че Нам Бояться Те Кто Не рискует Не пьют Шампанского Ну Что Ураган Сейчас Мне Все На Раз 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 Фигачит Так Мне Нужны Стены В Пуншале Два Хода Я Не Помню Гесаты Насколько Сильны Так И Доступные Пути Собственно Во Из геморайн Шафхуалы Теперь я могу Отправить Давайте так и Сделаем Видите он Город Поставил Она О А вот Это В тему Бесплатная Колясочка Слушайте Может еще Где я Не заметил Метеоритного Дождя То есть Когда-то Метеоритный Дождь Там Выпал Озеро Слушайте А как Удар Может ударный Кратер Наверное Ударный Кратер Да Нету Нифига Ну Ну Слушайте Лишняя Коляска Не помешает Я просто Думаю Может мне Сейчас Не Институт Открывать А Стримя Но блин Четыре Кажется Что Ну Не Не Должен Не Должен Гал Вот Такими Силами Взять Города С силой 47 Так А вторую Фаиторию А Тут уже Нету Как бы Одну Фаиторию Я поставил И Зашибись Ну Кстати Смотрите Для Испании Она дает Пять Золота Кстати Я бы Может быть И Смотрите Оно Чужой Цивилизации Дает Четыре Золота И Производство И мне Дает Четыре Золота И Производство От Каравана Я бы Не сказал Что Португалия Прям Ну Если Конечно А если Я караваны Посылаю В эту Цивилизацию То Смотрите За счет Карточек То есть Я не сказал Что это Прям Убер Убер То есть И чужая Цивилизация Тоже Неплохо Получает За счет Того Что Португалия Сюда Отправляет Караваны Это Я все По сетевую Игру Думаю То есть Я считаю Что Единство Португалии Что Сделал Б Один Караван За Две Встреченных Цивилизации Вот это Все И Была бы Вообще Зашибись Цивилизация Вполне Нормальная То есть Просто Вот Лишние Караваны Вот Эти Они Немножко Немножко Занатто Так Ну Еще Торговцы Там Это Хорошо Разграбили Поэтому Можно Построить Это Этого Мы Ждем Когда Там Город Поставится Пока Из Коимбры Так Еще раз Какие у нас Сейчас Доступны А Блин В гем Рай Надо Перебросить Ну Ну Там Арбалет Проатакуют Колесницу Я все-таки Хочу Сначала Ну Слушайте Я Открою Универ Я не Смогу Его Пока Купить Блин Ну Надо Надо Все-таки Сначала Универ Надо Сначала Универ Потом Уже Рыцарей Кроме того Мне надо Это делать С картой Апать Рыцарей С карточкой От наемников Сейчас Это просто Ничего Пока Не дает Вкладываем Эти торговые Пути Я не знаю Кстати Что это у меня За торговые Пути Это видимо В Португалию Бегало Боюсь пока Отправлять Из фуншала Потому что Этот разграбит Давайте пока Так сделаем И 4 посла Война с Шенгетти Это не страшно Ну я бы наверно Пока никуда Не отправлял Пока никуда Не отправляем Так Может мне Виктора Пересадить Что у нас Тут с лояльностью Плюс 15 Давайте Виктора Фуншау Испания Объявила Войну Галам И Вьетнам Объявил Войну Галам Ну Гал Меня удивил Вообще Честно говоря У него еще И армия Одна из самых Нех Ну хотят В Испании 278 А Испания С кем-то воюет Нет Ну кроме Гала Блин Вот этот Вот это Жопа Я сейчас Буду Что он просто Вот так Вот по моим Городам Пройдется Так Так Ну тут Мы В торговую Республику Идем У нау Повышение Нау я наверное Тут возьму На перемещение Ну Смотрим Что Гал Будет Делать Да вот Каравеллы Кстати Больно Нет Лошадей Мы не будем Продавать Потому что Знаем Мы эти Продану Да блин Я все Боюсь Вот этого Вот Только Не в мою Сторону Пожалуйста Пожалуйста Нееет Нет Видели Там Сколько Повысилась Урожайность У клеток Слушайте Ну это Прям Но Опять же Не берется Мне кажется Следующим Ходом Блин Ну вот То что Он Нау Задел Наверное Вот так Тут Таки Прокачаем Против Морских Юнитов А вот Этот Нау На Перемещение Куда Надо Вверх Ехать Я не Успею Вот Я хоть Исследую Территорию Блин Я бы Здесь Купил Какой Ни Юнит Чтобы Увеличить Силу Города Придется Потратить Деньги Ну Всадника Надо Ставить Он Тут У меня Самый Сильный И Не Увеличилась Сила Кайф Зато Кахокия Хотела Всадника А Кахокию Нет Не стану Союзником Дебил Гал Конечно Да Ладно Так Это Прокладываем Тут Ставим Город Строим Монумент И Перебрасываем Сюда Караванчик Из Каимбры Нет смысла Отправить Потому что Я вот эти Районы Когда поставлю Это Считайте Будет Дорогами Связано Давайте Посмотрим Повреждено Четыре Клетки Один Житель Умер Но Это В Каимбре Но У десяти Клеток Повышено Урожай Я просто Смотрел Как он Шел Как оно Плюс Один Плюс Один Плюс Один Конечно Мощно Было Так Лошадей Использую Ну В общем То Если Я покупаю Блин Три Хода Ну Вообще Я Че Я Ну Деньги Я найду На покупку Этой Фигни Пока Не отправляем Я надеюсь Закончить Ход Закончить Войну С Галом И нормальные Караваны Отправлять Ладно Постою Надеюсь Не убьет Мне прачника Умбийц Ко мне Караваны Отправляет Может Все-таки Науч Но Улучшится Вот Я с колумбийцем Точно Боюсь Воевать С Галом Еще Норм А вот Колумбийц Неприятно Будет Амбар Амбар В геморайнше Растем Значит Маяк Что тут С кампусом Один только Тут Амбар Завершен Тоже Растем Ну Маяк Мне кажется Сейчас Ураган Разрушит Гавань Здесь он Маяк Разрушил Закончится Торговец Строится Еще один Маяк Буря Усиливается Итак Пятая Категория Ураган Родригу Десять Смотрите Ничего до этого Вот был Восемь Наводнений Тоже На моей реке Между прочим Восемь клеток Повыше А тут ураган На десять Я это играю На второй Сложности По Стихийным Безерия На четверке Такого Не вижу Иногда Разграбил Кстати Он Мог бы Наверное Взять Город Сейчас Стены Так Ураган Еще Две клетки Повреждено Ноль Населения И урожайность У четырех Повысилась Так Не сломали Мне тут Гавань Хорошо Повыше Встречен Встречен Тоже Отлично Тоже Сюда Надо Посылать Кто Он Хочет Заповедник У меня Заповедник Уже По-моему Две Ихатусы Эфес Давайте Глянем Может Где-то Хороший Заповедник Может Быть Он Повышает Так Тут У нас Притягивающий Но все равно Потрясающего Не будет Так Естественно Обстреливаем Кстати Катапульта Катапульта Может Меня Обстреливать Потому что Вот тут Нету Леса Поэтому Катапульту В первую очередь Пытаемся Убить И Наверное А что там У меня За способность Царь Эбуронов Я уже Забыл От Соседних Этих Что ли Гесатов Там Какой-то Плюс Я Конечно Могу Этого Парня Убить Но Я Не хочу Выходить Катю Вполне Может Взять Следующим Ходом Город Нужно было Раньше Стены Ставить Несомненно Эти Фарона Всякий Случай Стены Построим Мороженый Просто Парень Так Два Хода И Следующим Ходом Желательно Навигационную Школу Купить Из Фуншала Два Каравана Но Я Естественно Отправлять Их Не Буду Блин Или Убить Этого Гесата Стоит 47 Правильно Сила Так Лиссабон, Эвора. В Эвору 3-3. В Эвору отправимся. Он через Лиссабон будет проходить. Тут пока не отправляем. Внутренние торговые пути не хочу. Поведу этого рабочего ремонтировать у Лиссабона и, может быть, Забайчу даже Катапульту захватить рабочего. У меня это только в плюс будет. Ладно, вы знаете, попробую убить. Тут снизится... Нет, не снизилось. Надеюсь, что Катапульта может быть и Рыбалет захотят именно коня атаковать. Меня это устроит, даже если убьют. Вполне норм. Главное, чтобы не город атаковали. И я этим еще снял, как видите, осаду. Это у нас Вавилонские. Блин, вот почему еще Фес не на... Побери. Ну, кстати, вот просто ставят сволочи потроллить в одной клетке. Ратамагус, да? Не на море. Фес не на море. Просто трололло. Блин, какие тут места у Колумбии. Смотрите, вот тут сколько места. Тоже кайф на все ставить можно было бы. Эх, так, как ведут мы не будем достраивать. Более крутых стен у меня нету. Ну, надо какой-то юнит, наверное, строить. Я бы лучника строил. В Лерии. Опять рабочего. Ну, да, вообще, конечно, грустно в Лерии с производством. Такой грустный город. Маяк разграбили. Засуха во Вьетнаме. Мирный конгресс. Создать заповедник. Ну, фаншал могут взять, на самом деле. Нет, норм. Не забайтился катапульта на... Ну, я, наверное, сейчас катапульту добью конем, потому что я не хочу, чтобы он обстреливал. Он начался еще уходом фаншал, может меня обстрелять. Так, бонусы от театральной площади, к жилью. Так, значит, здесь... Стены мы везде построили. Визео не хочу строить. Слишком долго. Да и тут армия вся уже здесь. Так, этого обстреливаем. Я даже, наверное, коляской заберу. Катапульту. А этим я лучше... Блин, а что это карбалет? Плюс 8. У него еще и разведданные. То есть он... Плюс 3 от разведданных. Это значит, что он в книгопечале... Я как-то заметил, что... В комментариях опять немногие в курсе, что разведданные повышают силу юнитов. Если у тебя выше уровень... На один уровень это плюс 3. Еще выше уровень, еще плюс 3. Это кто-то вдруг не знал, зачем переиллюстрировать почту. У шпионов такая штука есть. Это повышение на один уровень разведданных. Мне кажется, он в книгопечатании просто... А, нет. Подождите, а как он тогда... А за счет чего тогда он имеет плюс один уровень? Кстати, 55 сила стала. А это за счет чего? Ладно, поставим. Не, пока город не берется. Блин, может мне все-таки туда-сюда плыть к этому городу? Вот этим... Сейчас я открыл этого достаточно. А помочь... В защите надо. И... Следующая уже... В следующем ходу эпоха будет новая. А, Виктор тут сел. Поэтому 55 стало. Ну что, повышать Виктора. 9 лояльности. Ну, невозможно взять в осаду. Сейчас его и так невозможно взять в осаду будет. В таком случае... Следующим ходом, если только... Я, наверное, могу снять. Плюс я могу здесь на самом деле поставить... Вот эту вот. Плюс 5 к дальнобойной атаке города. И плюс 6 к обороноспособности. Я не просто могу. Мне надо это поставить. Все еще не ставлю... Скидка. Я торговую республику жду. Открытие. 4 хода. И там я уже... Да. Надо ставить к обороноспособности. Виктора, наверное, не буду прокачивать. Ну... Слушайте. Жалко просто прокачек. Командир гарнизола. Обороняющийся на территории плюс 5. Это, конечно, мощно. Но... Ну, это, во-первых, обороняющиеся, а не атакующие. То есть, как-то это все... Лояльность мне точно не нужна. Город невозможно взять в осаду. Тоже такое. Я бы либо Лян, либо Рейну все-таки уже взял. Скорее Лян в Каимбру. Зал для приемов. Че-то построился. Куэвери растем. Пуншали растем. Биморейши растем. Визио... Ну, в принципе, прихода можно порасти слегка. Немножко подрастем. Лиссабон растет, само собой. Так, и мне нужно покупать навигационную школу. Она 550 должна стоить, да? 500 просто. Мне надо 152 монеты у кого-то выцегонить. Блин, я хотел первого посла поставить и отправить в Фесс. А, слушайте, еще могу. Ну и Рейну можно куда-нибудь. Но... Ну, кстати, пока сейчас некуда. Да нет, в Геморейши можно. Тут соседство есть. Да, в Геморейши, кстати, нормально будет. Или подожди... Блин, я уже взял Рейну. Думал Лян на аквакультуру прокачать. Взял Рейну, блин. Виноват. Надо было на аквакультуру, мне кажется, качнуть. Ладно, в Фесс пока никого ничего не отправляем. Блин, если может поотправлять все-таки внутри городов? Три производства для Лейри. Ладно, отправлю. Этот отправлю. В Лиссабоне еще подержу. Так, этот надо чинить. Ну, слушай, ну не убьет же мне, Галера, не убьет. Я бы вот сюда встал. Или даже вот сюда. Так, и потом в Хуншал зайдем. Это, кстати, повысит защиту города. Эти пропуска... А что мы в Лиссабоне-то будем строить? Магменты, водяная мельница. Опять же, акведук и промышленная зона. Я бы даже на самом деле промышленную зону на месте меди бы ставил. А, не тут. Потому что здесь больше еды дает этот. А деньги мне не так сильно нужны. Ладно, давайте, в общем, сделаем... Здесь у нас будет акведук. Здесь промышленная зона. И пока еще один рабочий. На самом деле, с одной стороны, это выглядит не совсем верным решением. Потому что я убираю две клетки, которые, в самом деле, дают 4 еды, 6 производства и 2 деньги. Ну и там еще, на самом деле, производство добавится. Меняю на акведук, который 2 жилья даст. И производственную площадь, которая мне даст 2 производства всего. Но, во-первых, внутри самой промышленной площади, потом мастерская, фабрика и угольные электростанции в сумме дадут намного большее производство. Во-вторых, жилье никогда мало его не бывает. То есть в сумме... Но жалко, эти клетки жалко, несомненно. То есть это... Вот эти клетки мне намного менее жаль, чем, например, использовать, чем вот эти. Да, там еще заселяться, в Колумбии дофига места есть. Блядь, я подремонтировали. Промышленную площадь. Ну и пришло время искать деньги. Неизвестный игрок стал целью Кризисного Союза. Виктор занял место. Так. Значит, мне нужно 152 монеты. Во-первых... Нет, в Колумбии я не хочу ничего продавать. Бразилия. Железо очень не хочу продавать. Ну, поступим на самом деле проще все. Просто возьмем так 152. И будем смотреть, за сколько дипломатических очков он мне столько даст денег. По-моему, за 40 было, да? Я за 41. 42. Так, за 42 очка 152 монеты. Хорошо. Что у нас еще тут есть? Крим. Просто с компьютерами эти дипломатические очки, особенно когда вы на большой карте играете, вы никогда не угадаете, за что они там проголосуют. О, этот за 36, по-моему, да? За 37. Отлично. Значит, Кри более выгодный парень. В принципе, можно из Колумбии попробовать. Дипломатические очки мне Колумбии не жалко. Если больше 30... О, отлично! Вообще за... Я бы даже, кстати, у него тогда больше... Давайте мы его сделаем так, 45. А денег у него, например, 352. Как вам? Он вообще дофига денег готов дать почему-то за эти очки 370. Готов. 390. Нет. 380. Нет. 375. Кто скажет, что я жадный, но тут у нас каждая монета на счету, на самом деле. Все, принимаем сделку. Покупаем... В Лиссабоне. Покупаем в Лиссабоне школу навигации и выходим в Золотой век. В связи с покупкой школы навигации добавляем в Болонии и в Хатусе до 3. И еще 5 науки сверху получаем. Ну, нам надо, конечно, фес докинуть. Когда одного посла сделаем. Так, ну и на этом я серию закончу. По-моему... Нет, только фуншал, не падай. Держится, держится фуншал. На последнем дыхании. Упадет ли фуншал, вы узнаете уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok